Порядок навели, занавески постирали. Речь идет о скандально известной Струнинской больнице. Напомню, до конца 2018 года по поручению президента там должны были закончить капремонт, но в сроки не уложились. В минувшие выходные чиновники, медперсонал и волонтеры вышли на субботник. В работах по благоустройству приняла участие и в Рио первого заместителя губернатора Марина Чекунова. Напомним, именно она предложила врачам убраться, хотя медики от встречи с куратором социальной сферы региона ждали несколько иных решений. И высказывание Марины Чекуновой получило широкий резонанс даже в федеральных СМИ. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. Вы не о том говорите. А о чем? Да, когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужить, все будет нормально. Но вы сделаете тогда ремонт, поставьте, и будет нам жутко. Сыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого стола. Я согласна. В настоящий момент проходит обследование этого здания. Проходит, и будем говорить после этого обследования. И вот чиновники вместе с врачами и волонтерами взяли в руки тряпки и пошли мыть полы и красить стены. Участники субботника организовали уборку помещений поликлиники, обновили информационные стенды, провели работы по благоустройству вестибюля, регистратуры кабинетов врачей, холлов и коридоров. Благодаря этому пациенты теперь смогут ждать реконструкцию здания в более-менее человеческих условиях. Есть определенные действия, которые мы должны и должны сделать. Вот эти действия, которые привели к такому состоянию поликлиника, предыдущее руководство департамента здравоохранения почему-то не делало. И нога, иди сюда, не струнду. Мы приехали, посмотрели, и мы хотим поработать. Кисточка здесь ни при чем. Это действительно первый, наверное, шаг, который действительно не внесет изменений, серьезных изменений в всю систему здравоохранения. Но это тот необходимый шаг, который мы должны сделать навстречу друг другу, навстречу пациентам, чтобы показать, что даже небольшое желание, но от чистого сердца может многое что изменить. Остается добавить, здание поликлиники Струнина было построено в 20-х годах прошлого века. Капитальный ремонт ни разу не проводился. Департамент здравоохранения ожидает заключения экспертов. Если оно будет положительным, ремонт планируют начать незамедлительно и завершить уже в этом году. Продолжение следует...